Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Смотри, пришло мне сообщение ВКонтакте Эдуард пишет Здравствуйте Наталья, мое имя Эдуард Интересуюсь темой инфовидения Но в практическом применении Желала бы освоить, обучиться прямому видению самому А затем обучать других людей Очень больно смотреть на страдания близких Имеющих проблемы со зрением Различного характера генеза Живу в селе, в Приморском крае в Дальневосточном федеральном округе в силу своего понятия, как мог, изучил материалы, видео, лекции различных школ данного направления. Если метод тиражируем, а он тиражируем, то есть то, о чем знаю я, не знаю, иначе получилось бы. Возможно, ключ-пазл, о котором говорят лично, глядя на счастливых учеников различного возраста, освоивших метод, понимаешь, осознаешь, в каком неведении мы живем много лет. За рубежом есть курсы, есть и в России, но как-то регионально, точечно это все. В западной части 30 лет этому методу, а ВОЗ и ныне там, не знаю, почему нет массовости, не надо ждать отмашки сверху, разрешат или не разрешат. Что может его останавливать? Каковы причины? Авторские права, заработок преподавателя, комиссии положенауки, несомненно. И пошло дальше представление, и дальше. Я некомпетентен в данной сфере бизнес-отношений, Наталья, я, возможно, не смог в полной мере передать вам суть вопроса, чтобы получить исчерпывающий на него ответ. Если в целом смысл понятен, пожалуйста, развейте мои иллюзии. Если таковые имеются, дабы трезво мыслил, возможно, получу конструктивный ответ. Благодарю. И я в силу того, что человек действительно много написал, он еще потом много написал, я пообещала ему записать видео ответа на вот это вот представление. На самом деле существует много школ инфовидение, видение по Бронникову, видение, видение, видение. Все люди говорят о видении. И экстрасенсы все видящие. И психологи, которые хотят дороже себя продать, они так, ну я же там вижу чуть больше, чем все остальные. И так, а-а-а. И вот это преддыхание дает возможность поставить плюс 10 долларов к сумме за сеанс. При этом это все равно смешная сумма, но это человеку дает экзотичность. То есть, если ты идешь в рамках гештальта или психоанализа, то твоя ставка ограничивается 25 долларами в час. Как только ты... А-а-а! Это уже 35. Можно до 50 доказать. Но на самом деле тут и люди вот пишут, ребята, есть ли такие ключевые инструменты есть? Я тоже, кстати, на этой удочке болталась. Я же все это прошла здесь сама. Если это все есть, то почему 30 лет, а нету таких святых, которые бы обучили всех и вдруг начали прозревать слепые? И пошло-пошло-пошло вот это видение мозга. Что тут хочется сказать Эдуарду? Эдуард, это представление. Вот ты как видишь? Представление в чистом виде. Я еще скажу так, что Эдуард пишет, пишет, пишет. Я понимаю, что я должна словить суть, а я вижу там только, знаешь, какая... Желание заработать. Желание. Вот захваты вот этот. Желание заработать на способности. И стать... И тиражировать. Да. Размножать что? Болезнь опять-таки. Ну, то есть... Точно так же и хватают люди. Точно так же и психологи хватают вирус. Да. Это тиражирование уже представлений. Ложь. Вот-вот-вот. Вирусить ложь. И я ждала-ждала, когда же закончится. А ты, оказывается, еще говоришь, там еще дальше текст есть. Там еще много. Там таких, наверное, еще что-то есть. То есть конкретно, смотри, конкретная ложь, конкретный обман и захват, зацепиться за него для того, чтобы заработать. А суть пишется красивая. Типа, помочь, что люди, вот, надо же людям помочь разреть. мы помогаем реально детям с аутизмом, мы помогаем людям с онкологией, мы помогаем людям с психическими расстройствами. Панические атаки, когда гипнотизеры гордятся тем, что у них получилось через полгода работы, да вот, одна консультация. Сколько уже обратной связи, выключается это дело. Но мы же понимаем, что мы берем не через видение. То есть видение это представление. Вы представляете, что во лбу горит звезда. И эта звезда как-то видит, наверное, точно так же, как и глазами. Еще люди, когда пытаются погрузиться в эти состояния, мы же даем в загрузке расслабить глаза, потому что у людей при погружении в себя часто болят глаза, потому что они пытаются увидеть. дыжутся, дыжутся. Дыжутся, да. Тужатся. Эти родовые потуги. А на самом деле нет. Мы говорим о чувствах, а чувствах они вот здесь. Вот здесь чувства. Вилочковая железа отвечает за чувства. И мы говорим не про эмоции. Мы говорим сейчас не про ощущения. Мы говорим не про состояние. Мы говорим про чувства. А смотрите, как общество переврало. Эмоции называют чувствами. Чувства злости. Выплюнул яду, да. И чувство злости. Какое там чувство злости? Это не чувство злости. Это чувство глупости. То есть, чем более эмоционален человек, тем более он глуп. Тем более он глуп. Просто об этом никто не решается сказать вслух. Принято. Ах, вот эти эмоции такие, я такая эмоциональная, я такая, 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 такая блондинка. Ну, правильно. Дура. Потому что человек разумный, он умеет управлять своими эмоциями. Это выделительная система души эмоций. То есть, управлять эмоциями это то же самое, что хочу в туалет, и я могу сдержаться, если пока нет рядом туалета. Вот это об этом. Да. А если постоянно ложить себе в штаны, ну, вот это про эмоции в обществе. Это об одном. Это про аутизм, на самом деле, в обществе. Да, это про деградацию общества. На самом деле, если вы в обществе выбрасываете эмоции, то вы имеете обкаканные штаны. Да, это вот поэтому не держание. То есть, это на уровне физиологии, а это на уровне психики. Это эмоции. Если мы говорим про ощущения, то мы говорим конкретно про физическое тело и про канал восприятия кожу, тактильный наш канал восприятия. Это один из каналов восприятия. Но у нас же есть еще и зрение, слух, у нас же есть запах, у нас же есть вкус, у нас же есть наш гироскоп, да, у нас шесть каналов восприятия. Интуиция – это не канал восприятия. Это отдельная тема, большая, тоже лживая. Так вот, мы сейчас говорим не про ощущения. Чувства – это еще глубже. До чувств еще есть состояние. Состояние могут быть, ваше внутреннее состояние, а могут быть состояние сознания. Вот состояние сознания уже ближе к чувствам, а внутреннее состояние ближе к телу, к ощущениям. Но в любом случае мы уже играем с состоянием. Сразу два, дуальность возникает. А дальше находится чувство, когда это чувствуется, как если бы. И дальше слов нету. Да. И дальше информация в чистом виде. Это уже знание. Это уже знание. Да. Это знание на уровне, когда вы знаете, что вы хотите сейчас спать или хотите кушать, или хотите… Это вот, когда вы знаете, и вам никто не может сказать, нет, ты не хочешь кушать. На самом деле, ты… Вот это вот как раз-таки не об этом. Так вот, все, что касается видения, можно применять и представление, и воображение, и образы, и все в работе. Когда вы идете уже изнутри, вы знаете, вы знаете, что это чувствуется как есть ли бы, и дальше идет какая-то картина из жизненного опыта. Вы ее можете представить, наложить и получить результат в проявленной реальности. Это если мы уже говорим об управлении реальностью. И о работе с людьми, когда мы идем на результат на какой-то. Это есть психический механизм, этот психический механизм есть абсолютно у каждого человека. Его можно натренировать. Но для того, чтобы его натренировать, надо вернуться к чувствам. А как вернуться к чувствам, когда ты даже состояние не контролируешь, эмоции не контролируешь, и ощущения, далеко не все чувствуешь кожей ввиду ее грубелости, черствости и так далее. Ввиду того, что человек так живет. Даже вот тактильные ощущения. Помните карты черное-белое? Я тоже с завязанными глазами их раскладывала там на видео. Есть видео в интернете. Так это тактильные ощущения. Пачку черное-белое можно разложить со стопроцентной точностью только на ощущениях, потому что черные и белые цвета чувствуются по-разному, ощущаются по-разному. Слово чувствуется, а ощущаются по-разному. Это кожа наша дает сигналы. Говорится, кожа дает сигнал черный, кожа дает сигнал белый. И это не видение. И это не интуиция. Это кожа. Так вот, когда вот эти вещи уже можешь градировать, и умеешь ими управлять, и дальше идешь еще глубже в себя, то там ты опираешься на свой жизненный опыт, и там уже открываются чувства. И через эти чувства идут прямые знания. Ты знаешь, что надо сделать для того, чтобы человек поправился. И это называть видением? Нет. Это знание. И под это знание ты можешь уже управлять воображением, представлением и так далее. Картинки ты можешь гонять сколько угодно в мозге. У нас действительно в центре головы образуются эти картинки. Это нормальный психический механизм, который есть у каждого человека. И заметьте, вот, например, если человек с рождения тотально слепой, тотально слепой, у него нет картинок, а знание есть, и чувство есть. И он знает, что это чувствуется как если бы, и дальше идет опора на его жизненный опыт в текущем теле. И это уже не картинка. Но при этом он же, как Ванга, может быть ясновидящим. Кто сказал, что Ванга видела картины? Но у Ванги там другая тема. Она могла видеть образы, потому что она ослепла. Она же ослепла. Она видела до какого-то возраста. То есть до какого-то возраста у нее была сформированная база, связанная с этим миром. То есть был какой-то жизненный опыт. А если жизненного опыта у человека зрительного не было, то его и не будет. То есть этих картинок в мозге просто нет. У мозга нет информации о правильном положении дел. Более того, вот, например, есть такой опыт из работы, когда человек жил, например, имел зрение до 10 лет, в 10 лет потерял какое-то зрение. И дальше он ходил всю жизнь в очках. Так вот, когда ему будет 60, его зрение не знает, что такое единица. Оно забыло. Его мозг забыл. Он выкинул эту информацию за ненадобностью. Потому что у него никогда не было коррекции на единицу. Так устроена наша психика и наш мозг тоже не хранит ненужную информацию. Он от нее тоже избавляется. Поэтому, когда идет представление о том, что вы разовьете третий глаз во лбу с целью, теперь мы перейдем ко второй части, это мы пока развеивали представление, с целью вылечить, помочь, сделать что-то за другого человека, оказать услугу, заработать на это, стать учителем, стать мессией и так далее. Это все некомпенсированные ваши детские травмы и программы обслуживания, служения, угождания и так далее. Хорошего плохого мальчика, девочки. Хорошего плохого мальчика, девочки. Понеслось. Это игра в объективную реальность. А о чем это говорит? О том, что вы не взяли ответственность за свою жизнь на себя, а пытаетесь вылечить кого-то. Сперва возьмите ответственность за свою жизнь на себя. И вот, когда вы возьмете, когда станет очевидным, а, кстати, без этого чувствования невозможно, станет очевидным, что кроме вас в этой жизни никакой объективной реальности нет. Есть только ваша реальность. ваша. Оно даже логично. Каждый видит мир по-своему. Мы сидим под разными углами, смотрим на одну камеру, мы видим ее по-разному. У нас у каждой идет в голове свой процесс и своя информация. У нас у каждой в голове идут свои планы на жизнь, свои воспоминания, свой какой-то жизненный опыт. Мы каждый живем в своей семье. У нас у каждой свои картины реальности. И лишь моменты взаимодействия под какими-то углами наши миры пересекаются. И мы даже один и тот же шкаф или одну и ту же камеру видим по-разному. Это очевидные вещи. Так подождите, о какой объективной реальности идет речь? Если этот шкаф создан в ее голове и в моей, он даже цветов разных может быть. У дальтоника он будет черным, а у того, у кого цвета нормальные, он будет... и оттенки будут разные, все будет разное. А вы пытаетесь за счет выноса ответственности в своей субъективной реальности создать коллективную, дабы не взять ответственность за свои решения, свою жизнь, свои проблемы на себя и пытаться решить свои проблемы, например, нехватки денег, некомпенсированное состояние авторитета, власти и так далее. Вы пытаетесь решить это за счет того, что вы создаете иллюзию, что вы кому-то нужны, кого-то должны спасать, кому-то помогать. Да, создаете обман. Вы создаете ложь. Так займитесь собой. Займитесь собой, разберитесь с тем, как работает ваша психика, разберитесь с тем, что вам интересно. Если вам интересна действительно жизнь, создайте ту игру, от которой вы будете ловить кайф. И если эта игра, например, в исследование психики, как у нас, это один вариант. Игра там в медицину, другой вариант, в психологию, третий вариант. Но помните, каждая игра, она содержит субъективизм того, кто ее создал и кто в нее играет. И каждое сознание вносит туда свой свет, свое дополнение, свои какие-то краски. Таким образом, образуются совместные коллективные игры, когда песочница, образуется, один сделал песочницу, а в эту песочницу пришел еще один ребенок, еще, еще, еще. И вот они вместе в этой песочнице строят домик и играются. Но потом один ушел из жизни, второй, третий, четвертый. Фу, эта песочница рассыпалась в прах. Ну, потому что эта игра стала другим неинтересной. Вот так сменяются цивилизации на большом контуре. Так уходит жизнь на малом контуре. Все по подобию. И вот эти представления об экстрасенсах, о видении, когда во лбу звезда горит там седьмым глазом, третьим ухом, пятым очком, это все ложные представления. Ложные. Мы имеем один источник информации, он называется чувства. Так вот, интуиция, если коснуться ее, когда говорят, что интуиция – это чувство, тут подмена. Конечно. Искажение. Искажение, потому что интуицию запускают как канал восприятия. Чувство – это не канал восприятия. Интуиция уже вынесена. Это уже вынесена часть себя. Это уже в объективной реальности. Тем более, уже даже Нубелевская премия за это присвоена. А по факту мы говорим о чувствовании себя. А смотри, какая подмена. Мы говорим о чувствовании себя. А да у меня со здоровьем все нормально. Чувствовать себя – это значит, я должен болеть. Представляете, даже тут подмена. Мы живем в королевстве кривых зеркал. И когда вы научитесь вот эти зеркала кривые видеть, и в них видеть искажения и говорить открыто об этом. И менять искажения. Менять их, исправлять. Говорить открыто, искренне. Будете сами собой, вернетесь к себе настоящему, искреннему, открытому. Тогда мы будем говорить про открытие чувств в вас. Без этого открытия чувств не будет. зелочковая будет закрыта. Потому что у людей после 25 лет она у всех атрофируется, и она не нужна как орган. А атрофируется в связи с той же ложью, тем же обманом самих себя. И вот этот вирус, на самом деле ложь – это вирус, который мы разносим его. Просто разносим, потому что мы не хотим чувствовать себя, а мы бежим за деньгами, мы бежим за уникальностью кого-то. Где-то увидели у кого-то что-то, и я такое хочу. Все, и мы уходим от себя и разносим этот вирус. Просто разносим этот вирус вместо чистоты, вместо внимания, вместо интереса, чувствования себя, и чувствовать, что мне интересно. И в этом своем интересе кайфовать искренне, да, вот оно даже слово, искренне, искра, чистота, солнечно, ты счастлив при этом. Тогда ни о каком вирусе невозможно говорить, это тогда здоровье, это тогда здоровый и красивый мир, солнечный, счастливый, без искажения. Ну вот смотри, при этом вот человек же, он же изучал там Бронникова, он там изучал кучу там комиссаров, еще кого-то, какие-то фамилии у него будут там, то, что он читал. Авторитеты. И первый вопрос, который прозвучит под этим вот видео к нам, а вы из каких авторитетных источников это взяли, кто вам такое сказал? Я тиктоки свои иногда смотрю, там это самый распространенный вопрос, на который я не отвечаю, есть только один авторитет в моей жизни, это я. Да, вот видите, я, да, то же самое, да. Все, я эту информацию взяла в себе. Да. И не от ума, а из чувств. И когда я беру из чувств, и это чувствуется как если бы, и дальше идет жизненный опыт, это с опорой на жизненный опыт всегда. Это уже есть. Это уже о знаниях, это уже о распаковке информации, и это уже о психических возможностях, и это о стабильной, устойчивой психики, потому что здесь все структуры психики задействованы, нету вынесенных. Здесь есть и эго, оно нормальное, не подавленное, здесь есть программа ума, она достаточно развитая, здесь есть высшее я, оно достаточно чистое, световое, и создает декорации в гармонии, то есть без гармонии опять-таки доступ к чувствам перекрывается. И здесь Богу создателю, Богу это подмена опять-таки, это отдельная тема, создателю, мы каждый создатель своей реальности, создателю отведено свое божественное место в теле, и это тело не грешное, не бренное, никакое, это опять-таки подмена религиозная. Без тела нет жизни. Очевидно? Очевидно. А если нет жизни, то нет создания жизни. То есть создатель умер вместе с телом. Он перетек потом в другое тело, создал новое, и в нем начал новую жизнь. А вы потом скажете, какой создатель? Это же душа, ушла, душа пришла. Нет, это создатель. И на этом уровне мы единое сознание. Можно глубже рассказать до момента единства, где и как это происходит, но это уже никому не нужная лекция на широкую аудиторию. И это все в нас. В нас есть только один авторитет. Мы сами для себя. И вот для этого нам надо быть искренними самим собой. Вот в этом ключ. Когда мы себя чувствуем, мы искренни сами с собой. Это и есть вот этот свет. Это тот свет сознания и развития сознания. На самом деле и сознание развивается только в теле. создатель только в теле. Есть только один путь к свету. Это путь в себя. А если вы скажете вот эту фразу в религиозном заведении, вам тоже скажут, о, так там же бесы, там же сущности, там же лярвы. Я все время с лярвами путаю. Ну, кто какую фигню придумает. Ребят, если вы считаете себя бесом, мы, кстати, сегодня на лекции об этом поговорим, то вы встретитесь с бесом. А если вы считаете себя богом, вы встретитесь с богом. Так определитесь, это же вы определитесь, кто вы бог или лярва, или сущность, или лярва. закидываете в себя. Потому что если вы берете, что извне, то вы в себя мусор закидываете. Вы в себя, как в мусорку, закидываете абсолютно любой хлам. А когда вы себя чувствуете, и вы искренне, то вот это уже вы солнышки. И потом по жизни мусорный вагон бежит, качается, скорый поезд наверхит. голубой. Ну, голубой, что? Десятку. В яблочко. В яблочко. Что и наблюдаем в жизни сейчас. Ну, вот о таком мусоре мы тоже говорим. Поэтому, смотрите, если вы хотите развиваться, то добро пожаловать в себя. Не в нас, в себя. Не в нас. Мы в себя пойдем сами. В нас мы пойдем сами, а вы в себя ходите. Вот. И когда вы идете в себя, и вы действительно разбираетесь с эмоциями, с ощущениями, с состояниями, с состояниями внутренними, с состояниями своего тела, с состояниями сознания, то в какой-то момент вы дойдете до чувствовала. И будете область вилочковой очень хорошо ощущать, потом чувствовать, у вас будет поступать информация, вы научитесь с ней работать, и мозг при этом будет задействован. Но замечу, мозг тоже не выносится, не делегирует соответственность, типа, мозг управляет нашей жизнью, мозг – это главный авторитет. Это что-то сразу отдельное, голова у нас отдельная. Когда-то сердце было главным авторитетом, жило отдельно, там, во времена, когда его там вырывали и убивали, там, жертвы приносили. Слушайте, а почему мозг? Наша тазовая часть устроена бы подобию головы, только это развернутая уже черепная коробка и с органами нашими уже внутренними получается. И кишечник, как проекция мозга, очень даже неплохо может быть. Почему не это управляет нашим телом? Кто сказал, что мозг? Это вынос ответственности. Это вынос. Сознание живет в каждой клеточке нашего тела, в каждом ядрышке каждой нашей клеточки. Каждой. И сказать, что клеточка моей пятки хуже, чем клеточка моего мозга, это неправильно. Потому что если болит моя пятка, то уже не до мозга. И точно так же о любой клеточке нашего тела. Наше тело надо рассматривать целостно. Целостно с позиции сознания. А для этого оно должно быть интересно вам, оно должно быть нужно вам, оно должно быть любимо вами, оно должно быть принимаемо вами. Пошла практика зеркал. Вот это уже про инфодайвинг. Когда вы начинаете собираться целостным, осознавать в себе Бога, Создателя, чувствовать себя и пошли, пошли, пошли внутрь, тогда у вас будут раскрываться психические способности. Потому что это о чистоте. Чистота, самим собой, искренность, прозрачность. Нет ничего интереснее на самом деле чувствовать себя, быть искренним самим собой, а значит, ты и искренен во внешний мир. То есть, ты искренен в общении, ты искренен во всех проявлениях своих в жизни. и тогда вот эта искренность, она отражается же искренностью. Если вы к зеркалу подошли чистое, вы же видите чистоту. Если вы подошли к зеркалу грязное, вы видите грязь. Вот так и в жизни. Что мы излучаем, то мы и видим, то мы и получаем. И если вы берете практики разного рода тренировки, связанные с медитациями, с йогой, с тренировками ваших духовных способностей, религиозные разные обряды, неважно, к какой секте это относится, это все про засыпание сознания, это все про гипноз. В этих состояниях эго увеличивается, программа ума работает и говорит, спи, спи еще глубже, глубже, ты великий, ты великий, не надо просыпаться. Так вот, если вы сможете проснуться и пойти в просыпание, то вы все равно выйдете в состояние парасомномбулическое, это состояние инфодайлинга, и тогда мы будем говорить, но это надо перейти через фазу глубокого сна, и тогда идет просыпание, и вот когда идет просыпание, тогда вы начинаете видеть по-другому, вы начинаете осознанно управлять своим восприятием, своим интересом, вы осознанно добиваетесь чистоты зеркал, без этого не пройдете глубокую фазу сна, и вот он, весь путь описан в книгах по инфодайлингу. Вы становитесь создателем своей жизни, создателем своего каждого дня, создателем, мало того, вы становитесь создателем своего тела, каждый день. Каждый человек создатель, абсолютно каждый человек создатель, и каждый день мы создаем себе сами. Но кто-то автоматически по кармическому сценарию, по родовому, а кто-то осознанно. Мы предлагаем проснуться и создавать осознанно. И тогда не надо будет подменять и пользоваться чужими представлениями. Будьте самими собой. Тогда мир станет радужный. Потому что когда чужие представления, это одна масса. То есть это серая, черная, уже переработанная масса грязи. А когда каждый искренен, вот это уже красота разноцветия. Такой мир красивый, солнечный, искрящийся мир. И нам пора на стрим.